всем приветики 14 марта у меня греется еда свинкам и фильме и я решила взять на работу себе гранат но я же не буду на работе вы чистить я тищу дома на работу беру уже бубочки там буду кушать и какие-то гранаты почти не гранатовый но где тут гранатовый цвет если тут немножко еще гранатовый но вот это вот что это за гранат такой непонятный причем уже не первый раз я покупаю гранат который абсолютно не гранатового цвета хочется такой яркий насыщенный принципе на вкус он ничего нормальные даже кислоты мало тут какой-то сладковат должен быть кисленький да масенька что за гранаты не гранатовые такие что за жизнь такая пошла ладно уже молоко сухое какой-нибудь да сметана тоже на порошке ну гранат это должны быть нормальные настоящие что такое ты гладишь ну алиса как есть гранатовые косточки на даче . эксперт есть такой ответ и без особых противопоказаний употреблять косточки граната в пищу можно и по мнению диетологов даже нужно хотя бы изредка это способно принести пользу есть гранат зернами лучше всего тщательно их рожевое насыщение будет приходить быстрее а калории при этом усваиваться по минимуму плоды разных сортов граната отличаются косточками одни из них маленькие и мягкие по текстуре другие имеют большие размеры и твердую оболочку а еще я знаю чем полезны косточки граната для организма человека решила я улице поспрашивать про косточки граната и я ем без косточек но в принципе можно попробовать есть с косточками они обязательно весь гранат да ну какую-то часть сидать с косточками полезно и кишечник чистит и так далее поэтому сегодня буду частично есть косточками до полезности себе в организм заводить слушайте я уже потихоньку собираюсь в отпуск но фактически я в отпуск собираюсь уже давно допустим что-то в руки попадается то что мне не надо то чем не пользуюсь здесь но то что пригодится в деревне я уже складываю куда-то в коробочке упаковываю все это потихоньку складывается но со вчерашнего дня я уже стала более так основательно подходить к вопросу отпуска я уже начала задумываться о вещах что мне взять чтобы не взять что-то лишнее допустим на что-то скомпоновать потому что каждый год тут просто каждый год я говорю себе лена не бери ничего лишнего вот возьми то-то то-то нет хочется взять и это и сета и потом в итоге носишь несколько веществ и но и все валяется тем более там у меня шкафу тоже какие-то вещи поставались так мини какой-то мини техника такая интересная передо мной едет давай же малявочка езжай снегоуборочная там дороги убирать такая маленькая маленькая прикольная все завернула вот я уже более так подхожу задумчиво к этому всему уже пишу списки что надо взять обязательно пока что рано складывать но то что надо взять обязательно потому что готовится надо заранее потом голубом по европам естественно ничего вернее ну что-то ты успешно обязательно что-то забудешь я вот какой-то год собиралась и ножнички маникюрные забыла вот это вот когда уже впритык что-то у меня так получалось или ну как-то что-то было по жизни что немножко я не успела ножнички забыла маникюрный там пинцетик для ресниц зеркальца маленькая оставила короче такое необходимо что пришлось покупать и она мне не надо военных экземплярах ну как бы вот так вот и планировали июнь июль до отпуск потом что-то поговорили на работе аня это доезжать и в мае ну может уж и в мае поехать я такая блин а чё правда в мае не поехать чем в июне маму уже жарко все-таки вот здесь а то не жарко там там может и жарко по заре вести конечно можно в мае и в мае получается так что оля выходит в первую часть отпуска гуляет конец апреля и середина мая оля выходит с отпуска несколько дней мы там вместе поработаем и я руки в ноги маму в охапку и поедет конечно дорога будет непростая я это понимаю потому что и так дорога то тяжелая кажется едешь сидишь едешь сидишь все равно тяжело дорога два дня вот этот бесконечная дорога 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 отдыхаем только вечером и том из колледже легли утром раненько встали и погнали а у мамы же ну как бы немножко свой другой режим жизни и но придется ее где-то подождать где-то что-то вот ну вот все дольше и даже не знаю вряд ли вот два дня уложимся поэтому как получится так и получится тем более она же утром просыпается и надо в себя прийти у нее с утра всегда практически каждый день у по жизни мигрени у нее головная боль у нее мигрень это вот всегда без сколько я помню столько у нее было редко когда бывает что не бывает да она утра встанет пока в себя придет пока таблеточку выпьет ну вот как-то так но в принципе нам главное чтобы она стала собралась потом до машины ее довести там будет сзади у колледжа машина большая сидушки откидываем назад я и застилю все пускай лежит хоть спит хоть сидит хоть что хочет сделать с одной стороны будет вам а там лежать до уток лежать сидеть для него будут этот плантация а здесь место сзади будет за колей ну или с этой стороны без разницы не на нас то лучше там будут кошки с ней сидеть переноски ну как они будут переноски сначала переноски но обе будут на шлейках шлейки я привяжу сделаю длинные привяжу их чтобы кошки могли свободно ходить перемещаться по машине свинки тоже будут сзади где-нибудь там леночка клетку какую-то мне говорила чтобы я не забрала которая осталась от ее морской свинки томаса она в ней возил и отпуск томаса если клетка подойдет ночью на не подойдет там отлина все оборудовано все нормально вот я повезу их тогда в этой клетке ну и пусть они там в клетке сидят сзади тоже что-то тут на дороге мастырят а ремонтируют электрический столб вот еду домой алисины предсказания в кое-то веке сбылись по поводу снега снег идет снег идет сильный но мелкие мелкие и практически сразу на стекле тает потому что на улице тепло что такое музык мне показывает машет рукой я стою возле дома но вот дом и вот ну как бы типа с крыши должно что-то упасть что ли на меня там даже сосулек нету все растаяло короче сбил меня смысле значит что я стою возле почты потому что я записалась на почту потому что ко мне пришла посылка посылка от анюты санкт-петербурга кто не знает кто такая анюта санкт-петербург это моя подписчица несколько лет назад она была в мурманске у нас в гостях побыла недельку и приехав обратно санкт-петербург она замужем родила через какое-то время вернее поняла что она беременна и потом родила ребенка в положенный срок она положена ребенок не откуда ребенок от мужа ну вот просто такая история у меня есть видео на эту тему правда название видео я этих не помню так вот она писала посылку посылка большая восемь килограмм но почта вот вот машина вот почта то есть рядом я донесу коля на рыбалке поэтому на него мне рассчитывать никак и потом от машины до дома ждать еще восемь килограмм и такой же большой вес но сначала получаю посылку потом к мамульке а потом уже домой потом уже вместе с вами ее распакуем гляньте что у нас в подъезде стоит ручная настиральная машинка у вас была такая у меня была ползешь туда технику у вас подъезде выставил на грани фантастики чтобы забирали тебе не надо такую технику у нас когда-то была такая папа продал ее продал еще даже в финляндии а для них это диковинка же стиральная ручная машина ну надо же у меня такая была вот так вот каждый день хоронят этих солдат нет солдат само собой а кого диктора а диктора сейчас светлана маргинала они сколько им лет то девяносто два года такая старенькая ой так ну совсем красивая была а сейчас ну вообще так вот стоит ее держит не узнать да а вчера петужин этот монахов хороший на его передачи делает артриса как же ее фамилия девяносто один год а че то я края муха слышала что даже памятник поставить нет у дочери денег про нее да кого-то вчера коля там смотрел и крест стоит на кладбище то артриса какая-то а дочка у меня даже нету я все продала а даже нету матери памятник без нет это живая еще а то за другую значит она колдун играла такая красивая и она в девяносто один год красивая осталась гены разговаривает ну все нормально ну все лишь по-разному кто-то разный возраст разная генетика разная вот я говорю вот говорила восемьдесят сколько восемьдесят три года женщина она все телефоны наизусть знала все у нее такой острый ум она такая вот смешливая веселая и деменция вот откуда она взялась хотя вот человек очень такой а что такая девяносто деменция когда не понимаешь когда не забываешь слабое типа того что я пришла ты сегодня помнишь кто я завтра ты а ты кто забыла то есть вот такое у нее и человек который болит деменцией он не понимает что он болен то есть бесполезно доказать вот все прячет все перекладывает все ищет ну это признак старости ну это не у всех это ну бывает такое но это не у всех ну я когда ходила в космос я видела таких есть есть такие так что я тебе не молоко купила йогурт купила и все пока и мясо я тебе завтра приготовлю так что тебе ты что им написала списки да где списки дай светлая здесь сегодня что-то так худо все зеленое все зеленое все день нормальный на день похож да да ты сегодня думала надо тебе кастрюлю приготовить под кашу тоже сегодня было так у тебя же там каша еще была на раз на раз так варить сейчас надо сейчас надо варить кашу или завтра варить до завтра сваришь ну ладно не молоко поставлю а завтра сварю так все сегодня у мамы недолго я не знаю цветам может поменять воду или до завтра пусть стоят цветочки вы стоите до завтра я вчера меняла на улице мести как в мелодок и метет за верюха метель за верюха ладно все поеду мама там передачу смотрит какую-то ей интересную да ты влежала я сама закрою да ладно я хоть похожу ну походи чуть-чуть сегодня я стою меня вот так вот качаешь ну ты не стой чтобы не упасть палочку бери когда вот так не очень хорошо или ты хочешь ногами я даже вот стою в ванной перед зеркалом и меня куда-то кладут в сторону не ведет да что-то у меня тут позвоночник-то болит что-то и он перекривлен ну у тебя скривлено и так и так естественно я так долго падала но никто не обращает внимание хотя бы зенген делали ой медицина у нас медицина над караул если повезет попадешь к хорошему специалисту а так они даже не вникают ни в аллергичные ни в то ни все выписывают себе как тебе у тебя же непереносимость там одного другого а тебе лекарства с этими компонентами только фигачат ну что это такое даже не вникают что человеку нужно когда я в садах один на меня даже в лицо не смотрят да кто-то напишут и не говорят ложись уже потрогают живот поделочный и что-то там сунут меня что-то напишут сунут и иди следующее я даже меня даже в глаза не видела и не щупала а написала живот мягкий а да они пишут уберешь карточку живот мягкий там то-то слизистые нормальные даже не проверяли а сейчас это раньше сейчас интернет же появился уже сколько мне человек говорят что приходят к врачу и они видят как он набирает они говорят симптомы они в интернете бегом набирают и смотрят какие там лекарства в интернете идут тебе выписывают да я сама себе так по интернету выпишу ты зачем врач учился что-то они же учатся не один год там по сколько лет учатся да чтоб в интернете прочитать и мне написать рекомендации да я сама могу в интернете посмотреть медицина это ужас ну конечно есть врачи хорошие не без этого но очень много ну их надо да а много такие лесбы лесбы ну все мамулькин до завтра тогда завтра я зайду в аптеку тебе бензитал куплю поэтому ну чуть попозже ты запасайся пензиталом ну я возьму прям можно можно пачек сколько чтоб с собой туда а там дешевле мать что ты думаешь да конечно мы что в Мурманске только пензитал мы возьмем с собой пару пачек ну да мы там купим мы еще сравним цены я еще зайду в интернет аптеке посмотрю сколько там в лисках и сравню здесь цену мы может еще оттуда привезем запас тебе чтоб сэкономить не на самом деле я же когда там бываю я всегда покупаю себе лекарства всегда там же бисептол я покупала сейчас его нету он запрещенный там он импортный а так я приезжаю туда с лекарствами оттуда так что пенталгин там может быть дешевле мы посмотрим да ладно все до завтачка давай иди ложись и тебя ангела-хранителя иди ложись закройди сама хочешь я проеду ну давай проедись ну что же приступим к распаковочке я уже открыла коробку гляньте какая она огромная громадная ты что сделала сосранка ты что сделала я все со стола убрала на стул это мазюк алкоголе спину 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 мазать их ты безобразница не отвлекай меня начинаем по порядку а здесь а здесь у нас куча всяких разных вкусняшек вот такие вот конфетки такие я не пробовала раз я не пробовала Коля тоже не пробовал так кладем сюда Коля в комнате приехал с двумя рыбами опять потом вот такая вот халва как я люблю в маленьких штучках буду стараться не шуршать мишки на счастье вот такая вот халва будем опять же пробовать пакетик Лена с Дусей это Леночки и ее шиншили я думаю Леночка не обидится мы посмотрим и Леночке даже сообщим сегодня что ей с Дусей что-то пришло поэтому сейчас мы и это все откроем опять вкусняшки наподобие этих первых только это с клубничкой клубничку Лена любит да и Коля тоже любит Коля все сладенько любит Коля у нас сластена так потом еще какие-то кетечки боже сколько сколько вкусняшек а здесь корм Литл Ван для шиншил зеленая долина очень хороший корм шиншилы очень его любят поэтому спасибо спасибо шушечки оценят на дайте вам понухать там есть что-то вкусненькое да травки муравки засранки две засранки потом Литл Ван для морских свиночек ну я кормлю свинок другим кормом но Литл Ван пойдет к ним к моему корму ну в подмешивание перемешает к своему корму потому что он немножко жирноват но если смешивать с другим кормом который ну гранулы там у меня будет нормуль да нормуль да считаете как считаете как ай балованные ну я не могу без кормушек извините потом яблочки это Анютка сушила сама это с ее дачи и она до этого нас угощала яблоками я всегда поражалась как у нее все тоненько это нарезано сколько у нее терпения вот это вот хватает все это дело нарезать сейчас еще достану пакетик надо хорошенько их запаковать чтобы не в полиэтилене а в какие-нибудь баночки она мне кстати присылала банки пластиковые и в них наверное я и запакую потом ну про вас тоже не забыли про вас тоже не забыли вам тараньку прислали да рыбу селедку и Василь съешь и больше не проси слушайте еле отобрала сейчас в телеграм-канал маленькое видео снимала и еле отобрала у Маси вот эту игрушку потому что гляньте что творит гляньте что творит вам еще покажу лиса тоже лиса тоже гляньте чего это что-то это что-то она с кошачьей мятой поэтому кошки сходят с ума с ума сходят все показала уберу подальше дам потом в дневное время в дневное нет не в ночное да а то ночью будете мне тут с ума шкодить по этой рыбе звезда я потом еще для девочки шарики вот такие шарики это не рыба это не рыба шарики вот какие масляненькие шарики 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 фонарики сейчас распакую потом потом дам пока вот так вот положим все так что еще как как мне тут пробраться там я вижу лорику еще там что-то подписано здесь вот такие вот гранулы травяные тоже очень хорошие гранулы едят у меня и свинки и шиншилы ну шиншилы в основном вот их едят свинки поменьше ну тоже грызут поэтому это тоже классная штука чисто травяные гранулы затем что это такое распечатала пакетик это похоже на сушеную грушу но если это так это с ушком пахнет грушей кажется как по мне ну это я Анютка спрашу что это такое что за зверь а здесь у нас написано картофелерезка но это можно не только картошку можно огурчики там я не знаю бурячок ну свеклу типа да ну всякие разные овощи даже наверное сыр можно ее рельефно нарезать батат вот такая прикольная штучка с ручкой очень удобно и вот такая вот подставка для ложки под цвет моей кухни да вот так вот очень красивая прям очень красивая так затем вот это вот нитки Анютка про них мне писала и скидывала фотографии ниточки белые вот такая вот нитка я не знаю что с них свяжу и не знаю когда я с них что-то свяжу но я когда придумаю обязательно с них что-то свяжу здесь пять моточков и даже может быть какую-то маечку такую азотную не знаю я подумаю ну вот такие вот ниточки вот такие ниточки да снова кошкам снова кошкам мышка и снова мышка вы богатые кошки между прочим вы не находите что вы богатые кошки а у вас столько игрушек у меня в детстве столько не было а леночка приходит с игрушками лорик приходила с игрушками тоже все у нас некоторые остались некоторые где-то позагоняли они так этими пружинками они она лорика пружинками играла но ни одну не могу найти их было что пять или шесть куда загнала надо везде лазить везде искать потом вот такая вот черная соль анютка когда приезжала мурманск она ее привозила это вот салатная а это просто ничего не написано продукт из кастроме я уже ее пользовалась ну говорят что она какая-то там полезнее чем обычная соль натуральный экологически чистый продукт без синтетических добавок богатый микроэлементами о нашла еще третью соль еще вот такая немножко другого цвета а тут гляньте какая шоколадина белочка с орехами ну ничего себе сто восемьдесят грамм огромнейшая огромнейшая шоколадка потом вот это вот анюта просила передать клавунья это в деревню заберу у меня такая штука есть очень удобная когда делаешь консервацию чтобы не лить мимо банки вообще такая классная вещь вот она моя висит такая же да очень удобно просто вот находка для консервации потом вот это вот хитрое название ножпиллер да для меня это просто овощечистка овощечистка ну почему-то ножпиллер первый раз вижу что так называлось материал керамика вот такая вот штучка сюда нельзя сюда нельзя Мася пытается ко мне прорваться так а здесь что здесь по-моему горшки для цветов я это дело распаковала здесь здесь снова соль уже другого вида но эта вещь она никогда не испортится и всегда нужна тоже вот она черная соль затем вот такой вот мыло очень красивая розочка я уверена что и пахнет красиво но через упаковку не чувствуется в принципе это хорошо если бы чувствовалось через упаковку то все бы тоже пропахло вот и потом вот эти вот горшочки для цветочков вот посмотрите какие я все равно по весне по лету что-то новенькое беру отростки что-то покупаю что-то пересаживаю вот эти вот горшочки они очень хорошо вписываются в мои любимые цвета даже вот на кухне здесь не даже а именно на кухне вот поставить очень будет даже красиво ярко смотрятся маленькие короче всяко-разно всякие разные горшочки у нас идем мася у горшок посажу и прорастет и будет много мазь с одного масянка слушайте нет вот эта вот штука вот эта она была предназначена где она где она а вот она она была предназначена мне потому что для клавы вот я вижу поэтому вот эту штуку я заберу с собой в деревню у меня там такой нет дома у меня такая есть там же я тоже консервирую во очень хорошо а это отвези пожалуйста в клаве я чувствую что там такая же вот там такие же штучки даже их две и такой же ножик такой же ножик клава же готовит вкусно еще теперь будет готовить и красиво и все это лежало в этом пакетике в этом пакетике я все и отвезу затем вот это вот для лорика все было запечатано хорошо в пупырку все было классно ну чтобы не разбилось не раструсилось по дороге сейчас уже ничего с этим не произойдет поэтому я все аккуратненько распечатала аккуратненько сложу опять же в этом пакетике лорику отдам вот такие вот замечательные шоколадки с видом Санкт-Петербурга очень красивые вот не менее красивая лопаточка как у меня только здесь с клубничкой и вот такой вот мыльца это вот не шутка такой славный пахучий я уже понюхала вот живет в такой коробочке пахнет ванилькой так и сейчас Леночкин подарок откроем кстати у меня тоже есть пакетик если что в Санкт-Петербург он лежал на дне опа ну его сейчас отсюда отсюда ну а Леночка мне кажется будет просто прыгать от радости посмотрите какие подарки для Леночки полотенце с совой просто невероятные невероятные мыло сова это вообще как реальные посмотрите глазки все тоже в коробочку было запаковано я уверена что Лена не будет этим мылом пользоваться а поставит этих сов себе на полочку боже мой какая красота вот потом вот такой наборчик лопаточка и сова тоже это наверное подгорячее крючочки тоже совушки тоже ножичек для фигурной нарезки и две вот такие штучки опять же Лена так Лиса не знаете что делает там нету вашей рыбы нету я ее спрятала вот Леночка тоже может одну взять с собой в отпуск одной пользоваться здесь и для Дуси целый пакет вот таких вот тоже деревенских яблочек сушеных поэтому посылка конечно огонь я скажу так что прям много всего и все такое ну как сказать все такое нужное полезное вот все просто вот как бы в тему и очень понравилось спасибо анюта спасибо тебе большое от кошечек отдельно спасибо от свинок отдельно от сенсел тоже от всех вот все будут рады все с подарками и от Коли тоже Коля еще не видел дремлет там потом как увидит удивиться удивиться скажет сколько Анюта нам прислала всего так что такая она замечательная распаковка все видео буду заканчивать сейчас поснимаю в телеграм выложу все ты туда не влезешь ты туда не влезешь все всем пока всех люблю и конечно же до новых видео и Fellows это я не знаю но это